Здравствуйте! Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня выпуски. А судьи что? Правозащитники требуют признать неконституционной статью о дискредитации вооруженных сил. Убийство по закону. Госдума готовит поправки, разрешающие умерщвлять безнадзорных животных. Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джинпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой двух беспилотников на кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина в ночь на 3 мая. Российские власти обвиняют в атаке Украину и киевский режим. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не наносила ударов ни по Путину, ни по Москве. Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили в связи со спектаклем «Финист Ясный сокол», который поставила режиссер, участница седьмой студии Евгения Беркович по пьесе Светланы Петричук. Берковича Петричук утром 4 мая задержали. По данным ОВД-Инфо, они сейчас находятся в статусе свидетелей. У матери и бабушки Евгения Беркович прошел обыск. Спектакль «Финист Ясный сокол», поставленный в 2020 году, рассказывает о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Дело об оправдании терроризма возбудили также против актера Алексея Панина из-за его высказывания о взрыве Крымского моста, который произошел 8 октября 2022 года. В квартиру, где раньше жил актер, пришли с обыском. Панин сейчас не в России. К одному миллиону рублей штрафа суд в Томской области приговорил местную правозащитницу Марину Новикову по статье о распространении так называемых фейков об армии. Обвинение считает фейками публикации в Телеграм-канале с рассказами ее украинских друзей о событиях в Энергодаре. В последнем слове Новикова просила судью назначить ей реальный срок, а не штраф, так как она не сможет его выплатить. Вино она не признает. Москвичу Юрию Каховцу, обвиняемому в распространении так называемых фейков о российской армии за участие в уличном опросе «Радио Свобода», ушесточили обвинение. Как пишет ОВД-Инфо, после лингвистической экспертизы, которую провели учительницы математики и переводчик, к обвинению добавили мотив ненависти и вражды. Теперь Каховцу грозит до 10 лет заключения. Поводом для возбуждения дела следователи назвали уличный опрос «Радио Свобода», во время которого Каховец сказал, что нормализация отношений между Россией и НАТО зависит от действий правительства России. Алексей Маскалев, отец девочки, нарисовавший антивоенный рисунок, находится в следственном изоляторе «Смоленска». Об этом сообщает ОВД-Инфо. О местонахождении Маскалева ничего не было известно около месяца. В конце марта его приговорили к двум годам колонии по статье о дискредитации российской армии. Перед оглашением приговора он сбежал из-под домашнего ареста. Спустя два дня его задержали в Минске, а в начале апреля экстрадировали в Россию. По словам Маскалева, при задержании в Беларуси его сильно избили. В Екатеринбурге против директора местной школы номер 124 закрытого типа Натальи Поддубные возбудили уголовное дело о халатности. Ранее сбежавший из школы 13-летний подросток рассказал о случаях сексуализированного насилия в учреждении. Им занимались двое учеников 15 и 16 лет по указанию пожилого преподавателя. Школьники арестованы. По словам сбежавшего подростка, директор знал о происходящем. Российские суды установили рекорд по количеству уголовных дел, которые рассматривали в закрытом режиме, без слушателей и представителей средств массовой информации. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на данные судебной статистики. Как пишет издание, в 2022 году российские суды рассмотрели более 733 тысяч дел. Из них в закрытом режиме проходило более 25 тысяч. К примеру, в 2018 году беспублики рассмотрели чуть больше 13 тысяч дел. Российский закон позволяет закрывать судебный процесс в случае, если в деле есть гостайна, если это дело против обвиняемых младше 16 лет или дело о преступлениях сексуального характера. Кроме того, закон позволяет судье закрыть заседание для обеспечения безопасности участников судебного разбирательства и их близких. Как пишет Медиазона, именно эту формулировку суды часто используют для устранения публики с резонансных дел. В мировом рейтинге свободы прессы по итогам 2022 года Россия опустилась на 10 позиций и занимает 164 место. Рейтинг ежегодно публикуют международные организации «Репортеры без границ». Главной причиной ухудшения ситуации эксперты называют давление кремля на независимые СМИ после вторжения в Украину. Война позволила Кремлю начать окончательную зачистку медиаландшафта в России, а блокировка независимых медиа привела к росту скоординированной пропаганды про правительственных СМИ, говорится в сообщении. Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода телеканала «Настоящее время». Признать неконституционной статью Кодекса об административных правонарушениях, о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Вот основное требование, с которым российские правозащитники пришли в Конституционный суд. Речь о статье 20.3.3. Она появилась в Кодексе вскоре после начала так называемой специальной военной операции. И за год по ней оштрафованы тысячи человек. Причем дискредитации суды по всей стране признавали самые неожиданные действия. От ношения одежды неправильных цветов до прослушивания песен Владимира Высоцкого, например, рассказывает Иван Воронин. Плаката «Нет фашизму, нет войне» в цветах бело-сине-белого флага, одного из символов российского антивоенного сопротивления, достаточно для обвинения в дискредитации российской армии. С таким плакатом на пикет на Никольскую улицу в центре Москвы в мае прошлого года вышел программист Иван Рубненков. Были еще белые розы. Отсылка к антинацистскому сопротивлению студентов Мюнхенского университета. Но их почти разобрали до приезда полиции. «Залезай, а то хуже будет» – пригласили полицейские протестующего в служебный автотранспорт, как вспоминает сам Иван Рубненков. В суде он выступать не стал. От его имени участвовал адвокат правозащитного проекта ОВД «Инфо». В прошлом году российские суды назначили штрафов по статье о дискредитации вооруженных сил на общую сумму более 150 миллионов рублей. ОВД «Инфо» на конец апреля известно о почти 20 тысячах задержаний за антивоенную позицию. Пикет – довольно очевидная форма протеста, и в дискредитации армии обвиняли даже за плакат с первомайским лозунгом «Миру мир». Но задерживали, к примеру, и за использование пластиковой карты «Мир» вместо плаката «желто-синие кроссовки» и «желто-синий маникюр» написание слова «спецоперация» в кавычках. Все это дискредитация. Повторная дискредитация – это уже уголовная статья. Ею в Пензе сочли 18 реакций пенсионера Николая Гуциновича под антивоенными постами в «Одноклассниках». Он, утверждает следствие, используя свой смартфон, ставил реакции на публикации, после чего публикации размещались у него на странице и были доступны для обозрения неопределенному кругу лиц. Статья о дискредитации неконституционна, как нарушающая право на свободу совести, мысли, слова и собраний, а также нарушающая запрет на установление обязательной идеологии, считают российские правозащитники. Они объединили более 20 индивидуальных жалоб на статью 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях и направили их в Конституционный суд России, в их числе и жалоба Ивана Рубненкова. Статья сама по себе абсурдная. Мы просто руководствуемся здоровым смыслом. Несмотря на то, что там кто-то, может быть, играет не по правилам или по себе правила пишет, но это не значит, что все должны играть не по правилам. Мы играем по правилам. На данный момент, конечно, не надеемся, что она будет отменена, но мы все равно подадим, зафиксируем этот факт, что такой-то судья отменил или, скажем так, не согласился с нами в этот момент, хотя объективно должен был. В обращении правозащитники привели и примеры про военных акций. Хотя оценки на этих акциях касаются предмета, указанного в статье о дискредитации, цитирую жалобу, подобные мнения, в отличие от критических, не являются наказуемыми. Кстати, порча Z-символики тоже трактуется судами как дискредитация вооруженных сил. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я понимаю, именно ОВД «Инфо» выступили инициаторами, что ли, или собирателями правозащитников для того, чтобы создать коалицию и вместе отправиться с жалобой в Конституционный суд Российской Федерации. В общем, да. И большее количество жалоб подало именно при готове ОВД «Инфо». Но также в комиссии участвуют и другие наши коллеги, в частности Григорий Вайфан, который сейчас тоже присутствует вместе с нами, Монориалы, Руси Ящия, адвокатные защитники, которые сотрудничают с ОВД «Инфо». Скажите, как долго вы все вместе шли к этой жалобе? И к настоящему моменту понятно ли, сколько человек, скажем так, пострадали от применения этой самой статьи Кодекса об административных правонарушениях, которую сейчас вы просите признать неконституционной? На данный момент более 6,5 тысяч постановлений вынесено по этой статье. Я не могу сказать конкретно, сколько это человек, потому что иногда одного человека несколько раз привлекают по этой статье, в частности, среди наших заявителей есть человек, которого 10 раз привлекают. 10? Да, 10 раз. Поэтому количество человек, к сожалению, назвать много. Могу назвать лишь количество постановлений. И к этому этапу подачи жалоб в конституционный суд мы шли достаточно долго, потому что заявители, прежде чем обратиться в конституционный суд, нужно было пройти все другие доступные ему инстанции судебные вплоть до Верховного суда. И человек, наши заявители проходили в каждую из этих инстанций, и везде им было отказано, а в том, чтобы прекратить производство. И после этого только мы обратились в конституционный суд. Мария, вот 20 человек из 6, почти тысяч, кто эти люди? У них были штрафы какие-то особо драконовские? Или их штрафовали, вот так же, как одного из этих заявителей, 10 раз по этой статье? Просто любопытно, почему только они смогли преодолеть этот путь и решились обращаться в конституционный суд России? Выборка отчасти случайная. Это были те люди, которые хотели этим заниматься. Обстоятельства их дел где-то ординарные самые, где-то они необычные в чем-то. В любом случае, это история каждого конкретного человека, и для него она имеет значение. Эти люди пришли за помощью к ОВД-инфо, и мы помогали им в том числе и с подачей жалоб в конституционный суд. Да, спасибо большое. Мария, оставайтесь с нами. Я хочу переключиться сейчас на Григория Вайпана. Григорий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, история кого из этих 20 человек, кто жалуется сейчас в конституционный суд России, вас особенно потрясла, заинтересовала? Вот Мария сказала, что есть совершенно какие-то необычные, неординарные вещи. Вот что именно вас за дело впечатлило? По этой статье можно проводить чемпионат абсурда. Она применяется настолько широко и применяется к настолько широкому спектру высказываний, слов, мнений, что просто диву даешься, как даже в 2022-2023 году деградировала наша судебная система. По этой статье привлекает абсолютно за все. Мой, наверное, личный фаворит – это штраф по статье о дискредитации армии за плакат «Фашизм не пройдет». Надо отдать должное нашей правоохранительной системе, нашим судам. Они в этом плакате все поняли правильно. И человека оштрафовали и привлекли к административной ответственности. Но это не единственный пример абсурдный. По этой статье есть административные случаи привлечения к административной ответственности за слова «миру мир», за кавычки, которые человек заключил в словосочетании «специальная военная операция». Суды признали это недопустимой иронией. Ну и также есть дело, где человек был оштрафован за то, что сказал в частной беседе, что президент Украины Владимир Зеленский – умный и красивый человек. Вот такие абсурдные примеры, которыми полнится сейчас наша правоприменительная практика по этой оспоренной в Конституционном суде статье 20.3.3 КОП. В моем топе еще штраф за молчаливое согласие с участниками несанкционированной акции против войны в Украине. Вот что-то такое молчаливое согласие. Как будто полицейский или суд знали, о чем думал человека, что он действительно соглашался. Это просто абсурд какой-то. Да, не верится, что это всерьез рассматривали суды, включая в том числе Верховный, ну, в тех делах заявители, по которым дошли до Верховного суда. И никто, ни одну жалобу ведь не удовлетворили, я так понимаю, судьи. То есть от самых маленьких, от самых ниже стоящих до самых выше стоящих судей все согласились, что да, это дискредитирует вооруженные силы. Как вы расцениваете такую единую позицию судей по подобным делам? Ну вот как раз именно потому сейчас ключевой момент, наверное, во всей этой юридической саге, потому что все суды, все суды, которые применяли статью 20.3.3, они говорили, по сути, что связаны с законом. Мы просто применяем закон, говорили все судьи, начиная с районных судов и заканчивая Верховным судом. Не наша задача разбираться в том, хороший это закон или плохой, правовой он или неправовой. Но вот именно поэтому сейчас и подана жалоба в Конституционный суд, потому что действительно вопрос в законе, вопрос в том, что этот закон не соответствует Конституции. Вот такой сейчас именно наступает момент истины для российской судебной системы, потому что есть очевидно неправовая норма, позорная, отвратительная. И если у судов общей юрисдикции нет полномочий эту норму отменить, дисквалифицировать, не применять ее, то такие полномочия есть у Конституционного суда. Именно Конституционный суд должен эту работу сделать. Так, ну давайте, чтобы не быть голословным, вы говорите, что это позорная норма, не конституционная. А какие конституционные гарантии, какие права она нарушает с точки зрения всех заявителей? Ну, прежде всего, нарушаются базовые такие права человека, как свобода мысли, свобода слова, свобода собраний. Все эти конституционные права закреплены во второй главе Конституции. Кроме того, эта норма очевидно дискриминационная, потому что по ней наказываются только критики войны, только те, кто выражают антивоенные взгляды. А те, кто войну поддерживает, нашим законодательством не преследуются. Ну и кроме того, здесь нарушается статья 13 Конституции о запрете государственной идеологии. Там говорится о том, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. У нас, фактически, это, наверное, первый пример, когда в законодательстве речь идет об установлении, в общем, официальной идеологии. Это идеология милитаризма. Да, спасибо, Григорий. Вот по поводу, кстати, практики предыдущего использования каких-то законов и механизмов подавления для людей, не согласных с военными действиями, я бы хотела сейчас расспросить Марию Немову. Мария, насколько я понимаю, вот в этом пакете документов, которые заявители направили в Конституционный суд Российской Федерации, собрана еще и такая папка с примерами о преследованиях во времена Советского Союза за антивоенные высказывания в нацистской Германии, в США. Ну, потому что понятно, что вот эти преследования за антивоенные высказывания – это вовсе не изобретение Путина. Вот, кстати говоря, вот те же самые нацисты, с которыми никак вообще нельзя сравнивать современную Россию, на это есть тоже отдельная статья уголовная, они придумали закон против коварных нападок. Отчасти вот дискредитация и выглядит, как этот самый закон против коварных нападок. Скажите, в вашем пакете, вот в этом обращении в Конституционный суд России, для чего эти примеры? Ну, напомнить судьям или вы действительно считаете, что они смогут их использовать и положить в основу своего последующего решения? Эти примеры, они скорее как такой холодный душ, поскольку, очевидно, всем понятно, что законы, которые существовали в нацистской Германии, они являются неправовыми, точно так же преследования за антивоенную позицию, которые были в СССР, они также были осуждены уже в российской истории, в том числе это осуждение поддерживал и Конституционный суд. И поэтому эти примеры — это всего лишь напоминание того, что во всем мире цивилизованном уже что-то похожее проходили, и в том числе Конституционный суд, чтобы быть последовательным, он должен осудить и статью 23.3, поскольку это тоже один из депрессивных инструментов, и Конституционный суд высказывался ранее против этих депрессий. Ссылки на законодательство США, они в том числе были сделаны для того, чтобы опровергнуть аргумент сторонников этой статьи о том, что подобное законодательство есть и в США, и оно применяется. Поэтому мы действительно признали, что когда-то в США было подобное законодательство, но США осознал свою ошибку, и теперь это законодательство не применяется. Поэтому в этом отношении США не стоит копировать, и это та плохая практика, от которой США отказались. И мы тоже, как страна, должны отказаться от статьи 23.3 и преследования за антивоенное мнение. Но, с другой стороны, сейчас очень многие сторонники, даже, может быть, не специальной военной операции, а в целом действия российских властей обращают внимание на ряд судебных процессов в той же Чехии, которые уже проходили, когда люди привлекали к уголовной ответственности за оправдание геноцида, насколько я понимаю, вот в связи как раз с тем, что происходит на территории Украины. Когда люди говорили, что, может быть, Россия права, и транслировали это. Там в том числе, насколько мне известно, и одну учительницу, что ли, привлекли к ответственности. Ну вот, скажут вам, пожалуйста, вот этот вот лицемерный Запад, двойные стандарты. Что вы могли бы на это возразить? Здесь нужно отметить, что свобода слова, она сама по себе не безгранична. И действительно, в некоторых случаях она может быть ограничена. В том числе, если человек пропагандирует войну. И если обратиться, например, к мнению рабочей группы ООН по произвольным сдержаниям, которое было вынесено в отношении дела Алексея Гориного, то там рабочая группа говорит о том, что преследование за антивоенные позиции в России просто ставит с голову на голову те международные стандарты, которые есть в настоящее время. Поскольку действительно является недопустимым пропаганда войны, однако агитация за мир, пропаганда мира, если так можно выразиться, она не запрещена и не может быть запрещена, исходя из тех международных норм, которым должна следовать в том числе и Россия. Да, спасибо, Мария. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Хочу переключиться на Григория Вайпана. Григорий, скажите, а с вашей точки зрения Конституционный суд может, признав неконституционным применение, толкование вот этой нормы, тем не менее сказать, что она сама в порядке, можно сохранить ее в кодексе, прав она не нарушает, ну просто вот нужно как-то судьям аккуратнее относиться, вынося решения по таким делам. Или они должны, вот с вашей точки зрения, как юриста, вот буквально добиться изъятия ее из кодекса об административных правонарушениях. Позиция заявителей и наша позиция как представителей заявителей, однозначно, статья должна быть признана неконституционной в полном объеме, она должна быть действительно исключена, вырезана, она просто удалена из кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И, в общем-то, такое полномочие у Конституционного суда есть. Повторюсь, это, собственно, то, чем и должен заниматься Конституционный суд. Он должен устранять неконституционные положения из-за российской правовой системы. Исправить эту статью, на наш взгляд, невозможно. Невозможно отделить правильную дискредитацию армии от неправильной дискредитации армии. Международное право очевидно, однозначно, на этот счет. Любая такая критика, критика властей, критика вооруженных сил сама по себе не может быть ограничена, не может быть запрещена. Преследовать за такую критику недопустимо. Поэтому, на наш взгляд, да, статья неконституционная. И, кстати, жалоба в Конституционный суд опубликована на сайте ОВД «Инфо». С ней каждый может ознакомиться. И просто обратите внимание на последний раздел жалобы, там, где содержится требование, обращенное к Конституционному суду. Требование там очень короткое. Признать статью 20.3.3 КУАП несоответствующей Конституции. Все, без каких-либо оговорок. Скажите, в случае, давайте пофантазируем. Если Конституционный суд Российской Федерации пойдет навстречу заявителям и действительно скажет, да, это какое-то безобразие, нужно все отменять, последует ли за этим автоматическое удаление из Уголовного кодекса Российской Федерации статьи о так называемой повторной дискредитации? То есть же есть не только административная статья, но и уголовная, там и санкции жесткие. По ней тоже людей привлекают. Да, автоматически не последует, но в таком случае просто в ситуации, когда люди, которые будут осуждены уже, которые получают обвинительные приговоры по статье 280.3 Уголовного кодекса, обратятся в Конституционный суд, для них это будет означать высокие шансы на положительный результат. Но вы абсолютно верно ставите вопрос. Речь идет о целом наборе взаимосвязанных статей Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, которые так или иначе запрещают критические высказывания о войне и высказывания против российских властей в контексте войны в Украине. Это в том числе, например, статьи, которые касаются наказания за призывы к введению санкций против российских официальных лиц. И если мы посмотрим на недавнее заключительное замечание Комитета ООН по правам человека в отношении России о соблюдении Международного пакта о гражданских и политических правах, там одна из рекомендаций в адрес России сформулирована широко. Она касается призыва отменить все репрессивные статьи российских законов, появившиеся после марта 2022 года, которые касаются преследования за антивоенные высказывания. Поэтому да, это и 20.3.3 КОАП, и 280.3 УК, но не только эти статьи. Да, вот не только эти статьи. Спасибо большое, Григорий Вайпан, юрист. Был на связи с программой «Человек имеет право». Один из авторов жалобы в Конституционный суд Российской Федерации. Я хочу заключительный вопрос задать Марии Немовой, юрист ОВД «Инфо по стратегическим делам». Тоже одна мой из авторов жалобы в Конституционный суд Российской Федерации. Правильно ли я понимаю, что в России не существует никакого моратория на применение некой нормы на тот момент, пока ее обжалуют в Конституционном суде Российской Федерации? То есть пока дело будут рассматривать там, людей по-прежнему будут штрафовать за дискредитацию вот на эти страшные 35, 40, 30, 75, сколько там, тысяч рублей за неправильную одежду, пустые листочки, надписи «нет, не» и прочее, прочее. К сожалению, да. Но если Конституционный суд примет решение в нашу пользу, сказать, что статья неконституционная, это те люди, которые были привлечены по ней к ответственности, они не смогут обратиться за пересмотром своего дела. Но это не значит, что им автоматически вернут деньги, которые они уплатили в счет штрафов? К сожалению, автоматически нет. Дело должно быть пересмотрено, и только после этого они могут требовать того, чтобы им вернули штраф. Спасибо большое. Мария Немова, юрист УВД «Инфо» по стратегическим делам, была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода телеканала «Настоящее время». Госдума рассматривает поправки к закону об ответственном обращении с животными, которые позволят регионам самостоятельно решать, как именно контролировать численность безнадзорных собак и кошек, отправлять их в приюты, вакцинировать, стерилизовать и выпускать на прежнее место обитание или уменьшвлять. Судя по всему, власти готовы пойти на убийство животных, особенно в тех регионах, где чиновники годами отказываются решать проблему нападений бездомных собак на людей, рассказывает Иван Воронин. Уважаемый Владимир Владимирович, мы потрясены трагедией, случившейся в нашем городе 16 апреля. Это обращение записали жители Оренбурга, где в апреле стая бездомных собак насмерть загрызла 8-летнего ребенка. На проблему сотен бездомных собак жалуются и в других городах региона. Власти разводят руками, кивают на закон об ответственном обращении с животными, запрещающие эвтаназию, и пишут в ответах на запросы, что отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск ОСВВ бездомных собак выполняются в пределах выделенного бюджета, а его явно не хватает. Но, мол, и это якобы не гарантирует безопасность жителей. В нашем районе в каждом дворе обитают стаи по 10-15 особей по метру в холке. Дети боятся гулять на площадках, взрослые боятся отпускать детей одних на улицу. Да и мы, взрослые, не выходим из дома без средств защиты от нападения собак. Убирать собак, убивать. Хоть что делать, но мы за детей, чтобы наши дети жили. Чтобы собак не было совсем. Надо их уничтожать. А это фрагмент сюжета ГТРК Оренбуржье с еще одной записи обращения. Слово «убивать» предусмотрительно подправили. Противников такого решения проблемы местное телевидение называет радикальными зоозащитниками, следы администраторов, пабликов которых ведут за границу. Оренбуржский парламент просил федеральные власти внести изменения в закон об ответственном обращении с животными еще два года назад. Это предлагали чиновники и других регионов – Башкортостана, Иркутской, Астраханской, Саратовской и Самарской областей, а также Забайкальского, Красноярского и Приморского краев. То есть тех регионов, где ситуация с принятием закона не изменилась, отмечает издание «Медиазона». Закон, который гуманный, наш 4.98 закон, конечно, предполагал какие-то усилия. Он предполагал и ответственность, и предполагал то, что нужно, и контроль какой-то. Все это предполагает. Это комплекс задач. Это был поставлен комплекс задач того, чтобы решить гуманно. Это, конечно, надо решить какой-то комплекс задач. Регионы, которые это понимают, которым очень общаются и с волонтерами, и с неравнодушными жителями, такие чиновники есть в нашей стране, они, конечно, это понимают, и они на это пошли. Рассуждает волонтер Эльвира Стрельникова. По ее словам, есть успешные примеры. В Москве хватает денег на содержание приютов. В Петербурге и Нижнем Новгороде после введения программы ОСВВ проблема безнадзорных животных решается. По словам Эльвиры Стрельниковой, волонтеры и зоозащитники опасаются, что заявленная гуманная эвтаназия, а конкретики в законопроекте никакой, на деле окажется отстрелом и ударами лопатой. Сейчас зоозащитники выходят на протестные акции и собирают подписи под обращением к президенту. Но надежды немного. Инициативу уже одобрило правительство. А на 16 мая назначено первое чтение законопроекта в Госдуме. директор Альянса защитников животных Юрий Карецких. Юрий, здрасте. Здравствуйте. Объясните, почему такой переполох сейчас? Ведь не говорят, что всех собак и кошек будут убивать. А регионы сами будут решать, что там им, как делать с ними. Так очевидно же, что регионы и хотят всех убивать. Они с самого принятия закона просто его саботировали и все ждали, когда же он будет отменен, и когда им вернут их право на убийство животных. В какой-то момент показалось, что они все-таки не дождутся этого, и что все-таки им придется начать исполнять текущий закон. Но вот сейчас, благодаря некоторым личностям, активно себя проявляющим на высших уровнях власти, им удалось все-таки протолкнуть этот законопроект. И я думаю, что они себе, скорее всего, выбьют это право на то, чтобы самим решать, что делать с бездомными животными. А так как они по многим регионам, мы видим, что ничего, кроме убийства, делать не могут, кроме убийства и распила бюджетных средств, то, конечно же, они вернутся к этой практике, которая у них успешно применялась многие годы, на которой они могли и воровать сколько хотят, и снимать с себя ответственность за какие-либо происшествия, связанные с бездомными животными. Ну, в общем, для чиновников это просто такая сказка, некий рай, в котором можно спокойно осваивать бюджетные средства. Вот хорошо, что вы тут сказали про бюджетные средства, воровство и регионы. Я хочу прямо сейчас задать вопрос Александре Суховой, которая сама-то в Петрозаводске, и фонд ваш в Петрозаводске, и Карелии, но не только в городе, я думаю, еще другие города республики, наверное, вы тоже как-то охватываете своей работой. Вот у вас там в Карелии чиновники такие кровожадные, ждут, не дождутся, когда же можно будет отлавливать и отстреливать этих собак и кошек. Или у вас действует та самая программа ОСВВ, за которую долго боролись зоозащитники. Ну, то есть отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Некоторые приюты делают программу ОСВВ по своему личному желанию, то есть не в рамках контрактов. Есть приюты в маленьких населенных пунктах, кто делает это в рамках государственных контрактов. Но животных зачастую, если это действительно зооволонтеры с душой, с сердцем и с головой, они их не выпускают, стараются пристраивать. Все семьи уже берут на свое попечение. То есть я много раз, и мы командой говорили много раз о том, что Карелия могла бы стать в плане, как регион, неким таким показательным. Потому что у нас именно зооволонтерское сообщество очень развито. Даже в самых маленьких населенных пунктах есть люди, которые грамотные, не как есть такой термин «дикие зооволонтеры», а грамотные, четкие, понимающие, для чего они делают. Мы также в рамках грантовых проектов занимаемся стерилизацией животных. Животные, которые неадаптивные, это, например, кошки. Мы их выпускаем в места обитания, но только по согласованию с жильцами, которые мы точно знаем, что они будут следить за их здоровьем и будут оберегать, кормить их. Поэтому программа действует, и мы с коллегами задаемся вопросами, потому что федеральный закон уже 5 лет действует, 498-й, а программа ОСВВ всего лишь, ну, по сути дела, 2 года. Так, а что мешало даже до программы ОСВВ действовать в рамках правового поля, но вносить предложения, пробовать, строить приюты. Поэтому сейчас, конечно, все это выглядит как некая беспомощность. О каких деньгах, вот мне просто любопытно, о каких деньгах может идти речь? Вам примерно, у вас есть какое-то представление о том, что происходит в Карелии? Например, сколько денег из республиканского бюджета выделяется некоммерческим организациям на содержание приютов, исполнение каких-то программ? Или это все частные инициативы, государственных денег ноль? Ну, насколько я знаю, есть определенная сумма именно из республиканского бюджета в тех приютах, которые считаются муниципальными. Мы сейчас как раз углубляемся в эту тему и изучаем ее досконально, где какой плов существует, где муниципальный приют, где частный. Но в основном сейчас, конечно, 90% именно зооволонтерства в Республике Карелия это все частные инициативы и грантовая поддержка. То есть льготная стерилизация кошек, собак для пенсионеров, для зооволонтеров, для разных категорий именно граждан, которым нужна социальная поддержка. Да. Спасибо большое, Александра. Оставайтесь с нами. Переключаемся на Юрия Карецких. Юрий, так какие деньги? Регионам вообще дают деньги? Или у них должны быть заложены деньги в бюджете? Если, ну, вот, например, в Карелии частная инициатива, насколько я понимаю, в принципе, в очень многих регионах здесь неравнодушные люди. Там вот они сами какие-то гранты выигрывают, что-то собирают, устраивают частные приюты и прочее. Государство-то вообще хоть что-то дает на вот это, на ответственное обращение с животными? Нет, вообще эта история чисто государственная. И государство дает деньги и немалые. Если посмотреть на регионы, то там бюджеты исчисляются в десятками миллионов рублей в год на отлов, содержание, вакцинацию и выпуск животных. То есть согласно текущему закону. Вопрос в том, что далеко не во всех регионах эти деньги доходят до, так скажем, адресатов, до собак. Потому что, если взять, например, резонансный случай в Астраханской области, там в прошлом году произошел такой инцидент, когда зоозащитники на одном из скотомогильников под Астрахани обнаружили 60 трупов изувеченных собак. И когда стали разбираться, откуда они появились, и чьи-то трупы выяснялось, что они принадлежат местной службе отлова. Там такая была организация, называлась «Экоприют». Принадлежала она бывшему депутату местному от «Единой России». И когда Следственный комитет взялся за дело, было выяснено, что из более чем 50 миллионов рублей, выделенных этой организацией на процедуры работы с бездомными животными, как минимум 28, то есть больше половины, был и украден. И сейчас этот бывший депутат находчивый находится в следственном изоляторе, на него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. И мы видим, что деньги могут выделяться, и даже большие, но если они разворовываются, то об эффективности реализации текущего законодательства речь не идет. Но при этом интересная деталь, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, вместо того, чтобы увидеть проблему и оценить масштабы трагедии, и понять, собственно, что действительно в Астрахани есть проблемы с бездомными животными. Их много, они бегают, там в стаи сбиваются, может быть, на людей нападают. Но это связано не с тем, что какой-то закон не работает, а с тем, что деньги просто воруют, и они не доходят до адресата. Но вот вместо этого губернатор Игорь Бабушкин вовсю говорит о том, что они не могут решать проблему, им нужно убивать живот. И, судя по всему, именно он был инициатором текущих поправок, именно он смог дойти до каких-то высоких кабинетов. Он был и на заседании правительства на федеральном, и, видимо, куда-то дальше зашел. И после его вот этой активности и был дан ход законопроект. Да, ну, смотрите, с другой стороны, люди вам резонно заметят. Значит, чиновники, понятно, они там воруют, что-то делают не так, но мы не верим во все эти ваши программы ОСВВ. Может быть, они скажут, что они там отловили, стерилизовали, вакцинировали, а на самом деле ничего этого не сделали, просто поймали и обратно выпустили. А собаки-бородячие нападают на детей, кусают людей. Спасите, помогите. Ведь действительно, это проблема для многих регионов на Балтайском крае что-то периодически происходит страшное с собаками в Бурятии, вот в Астраханской области, но и не только там. Как-то же надо с этим бороться? Вот, ну как? Ходят стаи, и как? Во-первых, действительно, такая проблема есть. Часто находят собак, которые уже прошли якобы через процедуру отлова, у них бирка на ухе, значит, они должны быть стерилизованы, но видят, что эти собаки бегают беременные или там рожают щенков. Очевидно, что здесь тоже идет просто мошенничество, и деньги пытаются всяческим образом как-то освоить, скажем так. Да, но обычным-то людям как быть? Ну вот, там во дворе стаи бездомных собак. А как быть обычным людям, если у них будут воровать деньги на ремонт, не знаю, дорог, на уборку улиц, на любые другие сферы, которые обязаны город сам выполнять? Как им быть? Им нужно требовать, требовать исполнения законодательства, требовать наказания виновных, те, кто воруют деньги. Почему? За те, грубо говоря, за преступников, за тех, кто не работает, кто ворует деньги, должны отвечать живые существа. Почему сейчас в стране должна начаться расправа над бездомными животными, которые, по сути, виноваты лишь в том, что чиновники не хотят работать. Но людям, которые, опять же, сомневаются в работе чиновников, служб отлова, все-таки можно довериться и посмотреть на официальную статистику Роспотребнадзора, которая нам говорит о том, что вот до 2020 года количество обращений граждан в медицинские организации по поводу покусов с животными, оно и росло с каждым годом. А с 2020 года у нас стал применяться федеральный закон и новая система работы с бездомными животными. И три года подряд количество этих покусов снижается. И если сравнить это количество на 2020 год, на начало, и на конец 2022, то мы видим, что снижение имеется на более чем 16%. И это по всей стране. Но все равно кусают. Меньше кусают, меньше животных становится. Если брать какие-то показательные регионы, где хорошо занимаются, где ведут статистику, где все можно отследить, то мы можем увидеть, что и количество бездомных животных на улице, популяция сокращается на 30-50%, и количество обращений граждан существенно сокращается на 30-50%. И это, по-моему, очень такая весомая статистика, говорящая о том, что закон таки работает там, где его исполняют. Да, там, где не воруют эти деньги, выделенные на исполнение этого закона. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, Юрий. Я хочу переключиться на Александру. Если вы захотите задать вопрос, Александр, вам, если Юрий захочет, может быть, дополнит ваш ответ. Ну, смотрите, бездомные животные, они не берутся ниоткуда, из воздуха. Они не берутся собаки, кошки. Ну, нет, уже давно никаких диких собак на улицах, диких кошек. Ну, одичавшие есть, конечно. Да? С вашей точки зрения, почему же не применяется чипирование повсеместное? Ну, захотел ты котеночка, собачку, пожалуйста, будь любезен, чип. Если собачка, кошечка потерялась, или ты ее выбросил на улицу, так вот с тебя и будут спрашивать. Там, и не с бюджета, и не с чего-то еще. Вот это, с вашей точки зрения, могло бы решить проблему? Если да, то почему? Это не применяется. Мы на самом деле с коллегами достаточно плотно в диалоге с властью приходили на приемы к мэру нашего города, города Петрозаводска, и у нас есть четкое понимание, так как мы в зооволонтерстве уже много лет, и понимаем, сталкиваемся, что за все, вот, например, лично семь лет в зооволонтерстве моем я встретила одну агрессивную собаку, и то эта собака пострадала от предыдущих хозяев, которые увлекались наркотическими веществами. Это породистая собака, она, это Джек Красл, и вот сейчас она у нас на попечении. Мы работаем зоопсихологом и стараемся эту собаку привести в чувство. Это вот из сотен животных это единственный случай. Мы были и на промбазах, и где мы только не были уже. Про чипирование это один из аспектов, в котором мы говорим о том, что изменит эту ситуацию. Это чипирование, льготная стерилизация вне грантовых программ, чтобы для людей это было доступно. Это вакцинация. И, то есть, закрепление за хозяином. Четкая передача по договору животного. И у нас, конечно, отсеивается огромное количество людей, когда мы начинали только мы только по договору, только с чипом. Обязательно чип переоформляется на хозяина. И это нормально. Отсеивается часть людей, которые не готовы взять ответственность. Они идут пока к другим заводчикам. Они идут на Авито, хотя мы тоже на Авито размещаем объявление, но пишем по договору. И тут возникает вопрос, что даже дети на уроках добра понимают, насколько важно чипирование. Привожу им примеры, показываю видео. Почему это не делается, не вводится, хотя это действительно недорогая процедура, и это все абсолютно реально безопасно для животного. мне кажется, что государственный орган пока не понимает, а кто будет это проверять. Но это как, знаете, как с велосипедами. В России очень много воровали велосипедов. Когда сделали обязательную регистрацию, номера, когда полиции вручили этот пункт проверять велосипеды, и вы заметите, что огромное количество краж перешло на минимум. люди все понимают, они спокойно к этому относятся, когда у них проверяют. И если уж у нас животное это приравнивается как к имуществу, с которым человек может пойти, а плюс оно живое имущество, которое может причинить кому-то опасность, то оно 100% должно быть зарегистрировано за человеком, который несет ответственность. Поэтому мы 10 руками за всей нашей командой и готовы на диалог с властями рассказывать, как это можно сделать технически, потому что мы с этим сталкиваемся ежедневно. Да, Александр, спасибо. Давайте переключимся на Юрия. Пару вопросов по чипированию и дальше по пунктам этих поправок. Юрий, почему с вашей точки зрения прямо в законе это не прописали, не установили обязанность владельцев животных их чипировать, чтобы они за них несли ответственность, чтобы не было выброшенных на улицу буквально кошек и собак. Вы знаете, с чипированием это настолько прописные истины, которые понимают все депутаты и в правительстве, все чиновники на высшем уровне прекрасно понимают, что без чипирования в принципе невозможно наладить эффективную работу с бездомными животными и с владельческими тоже. Но они упорно не хотят этим заниматься. Они, приняв одно положение хорошее, гуманное, связанное с ОСВВ, с работой с бездомными животными, полностью наплевали на все остальные сферы, на не менее важное, а то и более важное. Потому что можно сколько угодно забирать животных с улицы, возвращать их, убивать их, все что угодно с ними делать, но если мы не прекратили поток этих животных от граждан на улице, то это можно делать до бесконечности. И проблема решаться не будет. Вот эти системные решения, решения, повышающие ответственность граждан, они приняты не были. И такое ощущение, что не будут приняты. Юрий, спасибо, оставайтесь с нами. Сейчас вот коротко хочу по поправкам. Я знаю, что, Александра, ваш фонд, и вы активно ведете работу за то, чтобы эти поправки не прошли. Создали петицию, распространяете везде эти заявления и обращаете внимание на несколько пунктов, таких, на несколько вещей, которые станут возможными в случае, если эти поправки Государственная Дума примет в закон об ответственном обращении с животным. Насколько я понимаю, вас пугает, ну, помимо всего прочего, то, и это в первых строках, что мы говорили о умершвлении о животных, это, конечно, возмутительно само по себе, но что службы отлова не будут обязаны предпринимать попытки для поиска хозяев животных, потерявшихся, и владельцы никогда, в общем, не узнают, где там их питомец, который, может быть, испугался, убежал, и их, если захотят, точно так же усыпят, и все, и ни с кого уже не спросить. Да, на самом деле, вот, вы правильно заметили, мы активно вели именно живой сбор подписей в городе Петрозаводске, у нас было несколько точек, и мы вот прям командой выходили, и приходили люди как раз именно с домашними животными и говорили, мы все это внимательно прочитали, мы просто в ужасе, и мы как раз об этом и хотели, вот почему мы разжевывали этот момент, потому что у меня сейчас дома, да, вот, например, две собаки с улицы, которых мы забрали с супругом, и, по сути, каждую абсолютно мог ждать и может ждать, если она убежит, сорвется с поводка, сейчас мы можем ее найти, доказать, что это, у нее стоит чип, это моя собака, да, да, а когда эти поправки примутся, отлов становится, знаете, как неким таким, каким-то диким, то есть никакого фотофиксирования, никакого видеофиксирования, и у них действительно, я сегодня задала вопрос нашему министерству, я говорю, вы действительно не понимаете, даже если Карелия гуманный регион, и возможно у нас не дойдет до умышления, но вы поддерживаете поправки, которые развяжут руки 80% регионов, которые будут умерщвлять, любых породистых, непородистых, добрых, недобрых, вышедших из подъезда, то есть потому что за каждую особь будет огромная сумма денег, и правильный вопрос задала моя коллега по фонду, проектный менеджер, она говорит, а где будут происходить захоронения, а кто будет брать анализ, было ли животное больное или здоровое, ну то есть вот да, если мы идем углубляясь, а где будет фиксироваться вот именно движение наркотических средств, то есть там возникает настолько много вопросов, которые если эти поправки уберут, то начнется просто огромнейший беспорядок, поэтому... То есть если наоборот, если их примут эти поправки, не уберут, а примут? Именно уберут, получается, компоненты вот этой статьи 18, там 1, 2, 5, 6, пункт. И нас это очень сильно пугает. Я не знаю, что мы будем делать, то есть если эти поправки примут, то мы будем работать дальше, по крайней мере, в нашем регионе, не сдаваться, потому что, чтобы не допустить этого, чтобы мы не вернулись, то, от чего наша страна, наш город уходил десятилетиями. десятилетиями. Да, спасибо большое, Александра, Александра Сухова, президент благотворительного фонда РЭКС, фонда помощи бездомным животным, была на связи с программой «Человек имеет право». И заключительный вопрос хочу задать исполнительному директору Альянса защитников животных Юрию Карецких. Юрий, с вашей точки зрения удастся ли достучаться сейчас? Ну, насколько велика вероятность, что и плюнут на вас зоозащитников, скажут, некогда, у нас денег нет сейчас заниматься вашими бездомными собаками. Тут вот СВО, мобилизация и прочее, на это денег не хватает, а вы тут с ними. Или все-таки общественное мнение удастся общественному мнению как-то продавить и остановить вот эти вот поправки? Вы знаете, очень хочется верить, что общественное мнение сможет остановить эти вредительские поправки, которые ничего хорошего в нашей стране не принесут. Все равно, если вы даже будете сейчас убивать животных, вы деньги не сэкономите, вы их сэкономите в моменте. Через полгода проблема у вас только усилится, и вы не решите проблему ни финансовую, ни безопасности граждан. Поэтому вся эта инициатива это чистый популизм и направлена не на решение проблемы и не на экономию денег. Она направлена совсем на другие... На убийство. На убийство, на воровство, на снятие из себя ответственности за охалатность и бездействие. Да, спасибо большое. Исполнительный директор Альянса защитников животных Юрий Карецких был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю. Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакуаналия продлится недолго, надеюсь. Очень осторожна. Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется. Я не употребляю информацию. Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью. В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные агенты это наши друзья. Радио Свобода. Глушить уже поздно.